Мы бы хотели обсудить такой интересный аспект изучения космоса, как астрохимия. То есть на слуху у нас астрофизика, это очень известная наука, а вот что касается химического аспекта изучения космического пространства, широкой публике известно гораздо меньше. И сегодня мы пригласили химика. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Петр Лобзов. Я химик, специализируюсь на общей химии, но в том числе немного могу рассказать тоже и про область астрохимии. Да, то есть давайте напомним всем, что химия занимается тем, что проистекает между различными атомами и молекулами ввиду их взаимодействия, в общем, их электронных облаков. В отличие от ядерной физики, которая касается именно непосредственно... Здравствуйте, к нам присоединился астрофизик Ольга Олейник. Мы обсуждаем, в чем заключается суть астрохимии. Итак, здесь речь идет, химия вообще занимается процессами, которые проистекают между внешними оболочками в основном атомов. То есть за счет реакции между электронными облаками. Химия не касается того, что происходит в ядрах атомов. Этим занимается совершенно четко астрофизика, физика, ядерная физика, квантовая физика. Химия также практически не учитывает квантовые эффекты в своих рассуждениях. Вы согласны со мной, Пьер? Да, да. В целом все верно. Да. И давайте посмотрим, хорошее ли место для химии космическое пространство. Нет, оно не хорошее. В принципе, там очень трудно происходить каким-либо химическим реакциям. Во-первых, если мы посмотрим разреженность большей части вещества, газопылевых облаков и так далее, то мы поймем, что частицы, какие бы они ни были, атомы, молекулы, они чисто физически друг с другом практически не соприкасаются. Они достаточно на больших расстояниях. И поэтому никакой химии там активной не происходит, кроме воздействия жесткого излучения на эти молекулы. Но я уже не очень уверен, можно ли считать воздействие этого излучения такой уж как бы чисто химии. Это вряд ли даже и химия, да? Да, в принципе, есть отдельная как бы астрохимия и есть атомно-молекулярная астрофизика. Часто достаточно эти понятия используют как синонимы, но у них есть некоторые различия, потому что молекулярная атомная астрофизика, она идентифицирует, рассматривает атомы, молекулы, которые есть в межзвездном пространстве, да, или в небесных телах, именно как физические объекты. А астрохимия концентрируется именно на химических процессах, которые могут происходить между этими атомами или молекулами в межзвездной среде. В принципе, и та, и другая область исследуют именно чаще всего спектры, которые мы получаем при наблюдении, например, за звездами или еще за чем-то. И астрохимия интересуется именно действительно химическими реакциями, да, то есть если астрофизика рассматривает процессы формирования, например, звезд с точки зрения физических процессов, то астрохимиков интересует именно химизм самого этого процесса, то есть какие реакции, возможно, протекают там, каким образом, да, вещество взаимодействует друг с другом, каким образом вообще родились элементы во Вселенной, откуда они появились и что происходит, например, да, в сердце звезды или в межзвездном пространстве, в газопылевых облаках, например. Да, ну, по сути, как бы природа не делится на разные отрасли наук, она едина, а это лишь для удобства нашего изучения мы подразделяем, да. Конечно. Вот, давайте спросим Ольгу, а какими методами мы можем исследовать удаленные такие объекты, как газопылевые облака, звезды? Ну, у нас, как бы, методы здесь только одни, да, это спектроскопия. Мы подразделяем спектроскопию на несколько, так сказать, областей, то, куда она направлена, скажем, вот есть спектры звезд, есть спектры газопылевых облаков, каких-то более холодных, есть спектры удаленных галактик, это отдельная история, да, что там происходит. Важно сказать, да, чтобы понимать вообще, с чем работаем, с каким материалом мы работаем, с спектроскопией. Мы работаем, если мы говорим о звездах, ближайших наших, да, ближайших звездов Солнца или каких-то других ярких, далеких звездах в соседних галактиках, мы говорим, конечно, о непрерывных спектрах. Если у нас звезда находится в какой-то туманности или звезда находится, да, рядом с каким-то, значит, ну, либо туманность, либо газ, облако чего-то холодного, то в нашем непрерывном спектре, да, сплошная такая, сплошная заливка, получается, появляются линии поглощения. То есть, почему, да, потому что наш газ в зависимости от его химического состава будет выедать какие-то фотоны, да, то есть поглощать их, то как происходит поглощение или излучение, это вот этим занимается у нас ядерная физика, квантовая механика. Ну, квантовая механика, скорее, даже ядерная физика. Вот. Но, опять же, все смежно, все очень связано, да. Последнее, что еще скажу про спектры, не последнее, а вот именно про то, какие они могут быть, да, у нас есть, получается, непрерывный спектр, спектр с линиями поглощения, а еще у нас есть эмиссионный спектр, это спектр, который черный, да, и там у нас есть такие яркие линии. Это у нас отдельные газы средних таких температур, то есть это достаточно такие горяченькие газы, которые излучают, но это не звезды. Газы, в отличие от звезд, не способны дать непрерывный спектр, поскольку там не так уж много вещества, которое может излучать, оно не такое уж и горячее, но излучать оно может. Эти линии мы видим, и эти линии мы знаем, мы знаем, что светит на определенных частотах. Откуда мы это знаем? Это, конечно, уже лабораторные исследования на Земле в основном, да, то есть мы исследуем газы в лабораториях и понимаем, каким образом, какие линии, да, они дают. Прекрасно, прекрасно. И давайте тогда еще, Ольга, к вам вопрос, что как играет длина волны, то есть в зависимости от того, какое вещество мы просвечиваем, нам удобнее пользоваться радиоизлучение, изучать микроволновое излучение, инфракрасное излучение. Вот поговорите об этом, пожалуйста. Да, то есть понятное дело, что спектроскопия, она хочет все изучать, но здесь очень важно то, каким образом мы это получаем. Для разных типов излучений у нас есть разные приемники. Невозможно с помощью оптического телескопа что-то сказать про радио, что там происходит в спектре радио. Про радиотелескопы, у нас есть радиотелескопы, это все уже придумано. Радиотелескопы – это очень интересная, классная вещь, потому что они огромные. Этот радиотелескоп, чтобы построить, иногда это размер поля, то есть от 50 метров до километровых размеров. Эта штука, чтобы принимать большие длинные волн. То есть что такое радио? Это маленькая частота, очень маленькая частота, и очень большой размах волны, большие длинные волн. Нам нужны большие телескопы. Вот здесь мы уже чувствуем, что в зависимости от того, что на какой частоте приходит, нам приходится подстраиваться. Плюс ко всему, высокочастотный спектр очень сильно поглощается в атмосфере, инфракрасный спектр поглощается водой в атмосфере, углекислым газом. И, конечно, мы можем что-то инфракрасное из Земли смотреть, но лучше, конечно, вылетать. Я уже молчу про какие-то совсем энергичные виды изучения, типа рентгена. Тут там точно можно вылетать, и мы используем космические телескопы, мы используем детекторы на ракетах. То есть подстраиваемся как можем. Но в целом, конечно, интересные, очень интересные эффекты мы наблюдаем в видимом инфракрасном диапазоне. Почему? Потому что в этом диапазоне у нас мы получаем спектры каких-то известных элементов. Например, Бальмаровская серия водорода. Это очень-очень популярный такой маркер, набор линий. Мы про это все знаем. Замечательный ученый Бальмер был пифагорейцем и верил в то, что в основе всего мироздания лежат числа и комбинации простых чисел. Тут он был совершенно прав, потому что начало ядерной и квантовой механики это все квантуется по уровням в зависимости от m число уровней. И эти формулы, которые описывают это излучение, зависимость длины волны, какая будет длина волны от, например, номера уровня. Эти уровни, они, соответственно, внутри атомов. Это про атомы сами, про структуру вещества. Так вот, мы знаем формулы, которые нам дают эти длины волн. И они не дают любые длины волн. То есть это какой-то определенный набор возможных длин волн. Так вот, если мы видим этот набор, мы можем померить расстояние между линиями, понять, на каком расстоянии они стоят. Мы можем эту бальмеровскую серию линий как бы узнать. Это как маркер. Да, она может быть сдвинута. Она может сдвинута по разным причинам быть. Но в основном по причине того, что есть такая вещь, как красное смещение. Да, она нам сдвигает наши линии. Но очень здорово, что мы можем по этим маркерам смотреть, что куда сдвинуто, определять красное смещение. По красному смещению можно много вещей сказать, если доверять нашей теории. Можем сказать о расстоянии, о скорости отдаления объекта от нас и так далее. Да, прекрасно. Я только поясню, что Ольга имела в виду эффект Допплера. Эффект Допплера был как бы предложен очень давно. И он подразумевает, что если источник какого-либо излучения, причем неважно даже электромагнитного или это звуковая волна, удаляется от наблюдателя, то длина волны удлиняется. А если он приближается, то длина волны, соответственно, сокращается. Прекрасным примером может служить сирена скорой помощи, которая проезжает, и высота ее звука увеличивается по мере приближения к нам, и далее она удаляется. То же самое происходит с электромагнитным излучением. И считается, что если вот эти вот маркеры сдвигаются в красную сторону спектра, то по всей видимости источник излучения от нас удаляется. А если в голубую сторону, значит приближается. А что значит красная и голубая? Видимый спектр, как мы помним, от красного к голубому цвету, воспринимаемому нашей сетчаткой глаз. Для удобства запоминания нас учили, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. От красного до фиолетового. Дальше за пределами нашего восприятия более высокочастотное и коротковолновое – это ультрафиолетовое, а с другой стороны спектра – это инфракрасное, обычно тепловое излучение. То есть речь идет об этой части спектра. Однако этот эффект будет у нас и во всех других частях спектра, когда мы изучаем микроволновое излучение. Вот, допустим, даже если мы говорим о реликтовом излучении, то оно микроволновое излучение с температурой около 2-3 кельвинов. И радиоизлучение сдвиг может происходить во всех частях спектра, но изучать его, естественно, удобно в видимом свете. Еще маленькое пояснение для широкой публики, и мы тогда дадим слово Пьеру. Почему вообще возможно изучать спектры? То есть пытливый слушатель скажет, хорошо, свет проходит через вещество, и какие-то фотоны попадают не в промежутки между атомами, а вот прямо в атом. И из-за этого атом поглощает этот фотон, и электрон выскакивает на более высокую орбиталь, возбуждается, как это говорится, но ведь потом же он успокаивается и спускает его обратно. И вот Ольга упоминала, что есть эмиссионные спектры, и спускание, да? Так почему же, собственно, происходит пропадание части спектра? Вот эти черные полосы почему возникают? Дело там в том, что управление потока излучения меняется. То есть в момент испускания происходит рандомальное испускание в самые разные стороны. И нам, как наблюдателю, кажется, что вот именно в нашем направлении излучения потеряло именно вот эти вот фотоны, именно вот этой, соответствующей тем энергетическим уровням тех или иных электронов, которые именно соответствуют тому или иному, соответственно, элементу. А сейчас мы спросим Пьера. Космос, в принципе, плохое место для химии, мы об этом сказали. Там тысячелетиями может вообще не проходить ни одной толковой реакции. То есть получается то, что мы наблюдаем у себя на Земле, где мы, в общем, погружены в невероятные сонные химические реакции постоянных. Реагирует все со всем. Там я уж не иду в органическую химию и в биохимию, где просто целые заводы внутри клеток, там шебуршаты, эти энзимы целые, это самое. То есть то, что для нас является совершенно очевидно привычным, является чрезвычайно редким, и идут даже споры. А есть ли вообще это еще где-то, кроме как у нас? Вот как вы считаете, то, что касается вот такой вот активной биохимии, как у нас, есть еще где-то, и каковы эти условия? И могут ли быть другие условия для другой биохимии, для таких сред, как, допустим, атмосфера Титана, где у нас есть жидкий метан, жидкий этан, и температура минус 170 градусов и так далее. Вот как вы считаете, является ли Земля вот этим оазисом для химических реакций, или же все-таки такие условия могут возникать еще где-то? Да, в принципе, интересно. Вот инопланетяне решили не дать Пьеру раскрыть тайну жизни. Именно астрохимия состоит и в этом. А, да. Да, точно. Слишком важная информация. Слишком важную информацию он пытался сейчас как раз высказать, и видите, они его заморозили. Сейчас я Петру напишу, чтобы он там знал о том, что творится. А может быть, да. Того вообще, какие участвуют люди жизни на нашей планете. Принято достаточно долгое время, да? У нас к вам вопрос, Пьер. Было впечатление, что вы двигались в близкой скорости света. И из-за этого мы вас воспринимали как бы в замедленном варианте. Либо вы находитесь где-то с очень большой массой. Вы застываете на экране и практически не звучите. Вероятно, да. Так, попробую еще раз, если я вернулся в эфир. Да. В принципе, да, интересно с точки зрения именно астрохимии узнать, какие вещества... В принципе, есть в межзвездных атмосферах, если они есть, в принципе, да, в космосе. Ну, самыми... С самыми веществами, которые там есть, являются, естественно, водород и гелий. Вот он и выдал нам про водород и гелий. Извините, вы все время застываете, и мы получаем очень ограниченную информацию. Все, что мы услышали, это то, что основными во Вселенной у нас водород и гелий. Явно инопланетяне пытаются вас похитить. Да, видно. Вдруг станет лучше. Собственно, да, многие... Есть сигнал, помещение. Да, многие годы считалось, что, да, основными веществами, которые есть во Вселенной, являются водород, гелий. Но, как потом выяснилось, вот в начале 1910 года была обнаружена первая молекула в космическом пространстве. Это был циан, молекула, состоящая из четырех атомов. Она была обнаружена в хвосте кометы Галлея. И потом дальнейшие исследования, собственно, показали, что на самом деле молекулы, вещества, молекулы, да, есть в космосе повсюду. То есть это, естественно, и Земля, и планеты Солнечной системы, и внесистемные планеты. Это и кометы, метеориты, Солнце, звезды, коричневые карлики и сама межзвездная среда. К 1972 году прошлого века было известно уже более 20 молекул, которые были найдены в космическом пространстве. Причем самые сложные из них состояли из целых семи атомов. Сейчас, в принципе, мы знаем, что, например, в составе темных межзвездных облаков встречаются такие молекулы, как и окиси углерода, и метанол, этанол, формальдегид, уксусная кислота, муравьиная кислота. Наряду, да, с естественными молекулами водорода, аммиака, например, азота, атомами гели и так далее. В плане состава, например, пыли, да, межзвездной, считается, что пыль имеет тугоплавкое ядро, скорее всего, на основе либо графита, либо оксида кремния, то есть песка, по-простому, которое окружено либо органическим, либо ледяным слоем, в зависимости от того, в каких звездах эта пыль образовалась. Эта пыль играет роль катализаторов, то есть на поверхности этой пыли могут происходить химические реакции. И также в ядрах, в принципе, на оболочке таких пылевых облаков были найдены, в принципе, и полициклические, ароматические углеводороды, тоже достаточно сложные молекулы. Это графит, это силикаты, поэтому, в принципе, на самом деле, мы сейчас открываем все больше веществ, которые находятся в космическом пространстве, и выясняется, что на самом деле там есть место не только каким-то простейшим молекулам, то есть достаточно сложные, в том числе органические молекулы, также присутствуют в межзвездной среде. По поводу того, может ли сформироваться какая-то жизнь, например, не на основе углерода, как на нашей планете, а, например, на основе кремния, ближайшего родственника углерода. Вопрос интересный, в принципе, так как не доказано обратное, вполне вероятно, что существуют миры, где жизнь могла пойти по другому сценарию, не такому, как на нашей планете, как в нашей Солнечной системе, может, и в нашей галактике, но вполне вероятно, что какие-то формы жизни, пусть даже примитивные, они, конечно же, встречаются и не только на нашей планете. Насколько далеко эта жизнь могла продвинуться в своем развитии, вероятно, станет яснее с дальнейшим исследованием космического пространства. В книге, написанной мной с кандидатом биологических наук Марии Козловой «Критика жизни во Вселенной» мы посвящаем достаточно большое место к вопросу кремниевой жизни и совместно с другими учеными приходим к выводу, что все-таки это маловероятно. Кремний гораздо реже встречается во Вселенной, чем углерод. Углерод является продуктом термоядерных реакций практически очень большого числа звезд, в том числе звезд такой последовательности, как наше Солнце. То есть после термоядерного слияния ядер водорода в ядра гелия и далее останавливается обычно термоядерная реакция на образование углерода и образуются белые карлики. Поэтому углерода во Вселенной очень-очень-очень много, кремния гораздо меньше. Дальше, если мы посмотрим на его способности образования более длинных молекул, то он обладает такими свойствами, что он менее способен формировать более длинные молекулы и так далее. Хотя здесь, конечно, мы можем столкнуться с вопросом определения, а что, собственно, такое жизнь, но мы давайте зададим себе вопрос более простой, этот вопрос вам обоим, астрофизику и химику. Как в космическом пространстве образуются органические молекулы? Откуда они там берутся? Ну вот смотрите... Нам определенно нужен водород, нам нужен водород, нам нужен кислород, нам нужен углерод, нам нужны не слишком экстремальные условия, нам нельзя быть внутри звезды, однозначно. Нам нужно какое-то облако с подходящей температурой, давлением, не слишком холодное, чтобы вообще там все застыло, но при этом определенные условия должны быть. Я думаю, что в некоторых облаках это возможно. Ну, Тьер, это ведь не редкое явление, то есть если мы оцениваем как бы объемы этого вещества, давайте поговорим на примере понятного для всех слушателей, зрителей вещества, этилового спирта. То есть нам известно, что открыты огромные облака, содержащие достаточно большой объем этилового спирта. То есть С2, H5, OH. Это достаточно такая молекула, ничего себе молекула для космического этого самого. Вот это не то, что вот там случайно, как говорит Ольга, где-то там в углу какого-то облака случайно там пару этих... Какой механизм развития реакции в такой степени разрежения среды, такой температуры, которая близка к нулю, да? Вот. И если вы говорите, вот Ольга предлагает, что это излучение подогревает, откуда либо сами облака себя разогревают из-за трения молекул внутри себя там, то есть они... То есть те факторы, которые вы называете, они как раз очень такие... Для массового образования вот таких органических молекул это очень маловероятно. Кроме того, ну хорошо, образовали вы их, но у вас же жесткое излучение, по этой молекуле начнет стукать фотоны высокоэнергетические, да? И разрушат вам эту молекулу обратно. Ну ведь правда? Ну нет, подождите. Мы не сидим на звезде, совершенно не сидим на звезде. Я понимаю, что... Представьте, мы сидим. Но пусть давайте сделаем подушку. Даже в облаках... Сделаем подушку. Да. Даже в облаках есть излучение. Если вы вообще знаете об этих облаках, значит, через них проходит свет. Иначе бы вы никогда бы их не увидели. Или не свет, радиоизлучение. Что-то через них проходит. И вот это что-то, что через них проходит, рано или поздно должно все это разрушать. Значит, мы должны поговорить о каком-то механизме химических, не побоюсь этого слова, реакций, происходящих, по сути, в условиях близких к температурам, близких к абсолютному нулю и в состоянии разреженности близкой к вакууму. То, что на Земле у нас бы считался ой-ой-ой, какой вакуум. Даже для этих облаков. Как же эти вещества образуются? Да, в принципе, были обнаружены огромные, по нашим масштабам, по крайней мере, земным, облака спирта в космическом пространстве. В 60-е годы даже выходила в Америке статья с провокационным названием «Звездочеты» обнаружили в космическом пространстве рай для алкоголиков целое облако спирта. Действительно, в плане, если мы смотрим по распространенности веществ, именно элементов в космической среде, то помимо водорода и гелия, следующими самыми распространенными элементами являются как раз углерод, кислород и азот. В принципе, в космических условиях, да, то есть где в некоторых районах, где типичная температура составляет где-то там минус 260 градусов по Цельсию, могут формироваться сначала какие-то простые молекулы, чаще всего двухатомные, например, это молекулы окиси углерода. Ну и из них могут формироваться постепенно при взаимодействии, например, с водородом, уже более сложные органические, например, да, сначала молекулы того же самого формальдегида или муравьиной кислоты и в дальнейшем уксусной и, например, того же самого этилового спирта. Да, для этого нужны, скажем так, определенные условия, то есть, да, это должна быть концентрация этих веществ, этих элементов достаточная, то есть как раз, например, да, в каких-то облаках, то есть где эти вещества, ну, более сконцентрированных, есть просто большая вероятность столкнуться и превзаимодействовать этим молекулам. Взаимодействия действительно могут происходить под действием космических лучей, излучения, которое будет, ну, может играть роль каталитическую, да, которая будет запускать реакцию образования тех или иных молекул. Действительно, может быть и какой-то такой механизм. А вот я еще хочу добавить, что давайте поговорим об этих облаках. Облака — это не какая-то, значит, маленькая область, это достаточно большая область из смеси пыли и газа. Даже если с одной стороны мы эти облака подсвечиваем, где-то мы получаем спектр, но вероятность того, что излучение пройдет насквозь через все это облако как бы целиком, да, она, я думаю, что не так велика, потому что излучение будет сильно поглощаться какими-то определенными областями этих облаков. То есть остаются вполне вероятные зоны внутри газополевого облака, где, на самом деле, действительно низкая температура, порядка минус 200 градусов по Цельсию, и в таких условиях молекулы способны образовываться. То есть это, Петр, вы, может, поспорите со мной или, наоборот, подтвердите мои слова, что при должном, при должном, при должной плотности, при должном давлении, в принципе, температура, при которой могут вещества взаимодействовать, она может быть достаточно низкой. Так что это? Причем хочу сказать, чтобы развеять какие-то иллюзии, несмотря на то, что действительно спирта в нашей Вселенной обнаружено много, то есть по подсчетам астрономов, его масса общая составляет примерно 10-18 степени тонн спирта в нашей Вселенной. Но это не значит, что его можно собрать. То есть несмотря на то, что его много, собрать его практически невозможно. То есть если мы даже говорим про то же самое облако спирта, то если взять просто какое-то ведро, условно, один объем, то в этом облаке на одно ведро придется всего лишь одна молекула спирта. То есть на самом деле это не то, что какое-то огромное-огромное тонна спирта, который вы можете подлететь и с ведром собрать. Нет, все равно это на самом деле очень-очень разреженные молекулы. Ну вот это как раз говорит против теории Ольги о том, что в такой разреженной среде такие молекулы могли бы образовываться. Но они могли бы образовываться, просто не в особо огромных количествах. То есть другие более простые молекулы более вероятно образовались там. И на самом деле если мы посмотрим спектры из этих облаков, мы увидим присутствие множества других более простых молекул в концентрации гораздо больших, как сказал Петр, чем тот же самый спирт. То есть вот этот вот спирт это скорее такое просто вероятность его образования не равна нулю в этих облаках, поскольку облако большое само по себе и спирта тоже получается много. Но относительно более простых молекул, конечно, можно сказать, что его там и нет. Скорее всего все-таки образование активное этих молекул, оно связано с туманностями, которые образуются после взрыва сверхновых. Там как раз возникают пограничные состояния, когда концентрация вещества постепенно расширяющегося и остывающего как раз может достигать определенных условий. Но опять же такое единообразие для такого размера облаков оно довольно странное. Хотя это несколько иллюзий и больше как журналистская утка, потому что кроме спиртовых молекул там есть и другие молекулы. И просто речь идет о том, что есть исследования, показывающие спектры соответствующие. То есть не надо себе представлять, что это облако, состоящее из молекул спирта. Там смесь всего просто выделяется спектр. Если кто-то захочет послушать про буровиную кислоту или формальдегид, то это не так прикольно, как если себя воображать. Недавно в нашей Солнечной системе была обнаружена комета, которая как бы из нее выбрасывается какое-то количество соответствующее какому-то количеству бутылок алкоголя. То есть в принципе образование возможно, но по всей видимости не в холодных облаках. Видимо, это в какие-то периоды. И второй вопрос, насколько эти молекулы устойчивы в космическом пространстве, насколько они могут сохраняться миллионы и более лет. Это другой вопрос. Но все-таки представить себе, что какие-либо химические реакции могут идти в такой разреженной атмосфере, не атмосфере, а разреженных облаках, как совершенно верно Петр сказал, по одной молекуле на ведро, это, конечно, да. И тут я хотел бы перейти к тому, что не является ли Земля раем для химии? То есть вот ведь Земля представляет собой, вот если мы посмотрим, перейдем к рассматриванию атмосферы планет, идеальнейшим местом для химических реакций. Если мы возьмем Венеру, там слишком жарко, то есть согласитесь, Петр, при температуре 400 градусов Цельсия, а большая часть реакции невозможна, потому что будет происходить как бы разрушение самих молекул при таких температурах, не так ли? Да, несмотря на то, что на той же Венере при таких температурах могут происходить, например, самопроизвольно, то есть без нашего внешнего вмешательства какие-то процессы, которые на нашей планете не идут, то есть, например, в атмосфере Венеры при таких температурах можно без каких-то дополнительных усилий, например, получать некоторые металлы из руды. Те процессы, которые здесь у нас требуют достаточно больших энергетических затрат на именно разогрев, например, реакционной смеси. Но действительно, как-то сложилось так, что на Земле действительно в итоге возникли какие-то правда близкие к идеальным условиям, условия, которые, при которых, да, при вот атмосферном давлении, при температуре, например, ну, считаем, комнатной, 25 градусов, большинство реакций, они протекают сами, и количество таких реакций велико. С другой стороны, можно посмотреть на это наоборот, да, что эти реакции в ходе развития планеты, в ходе развития жизни, в принципе, на Земле, наоборот, сами адаптировались к тем условиям, которые здесь создались. То есть, тут можно смотреть, в принципе, двояко, и с другой стороны, да, опыт, пока что, по крайней мере. с точки зрения, вы же можете моделировать такие температуры, такое давление в лабораториях, вы можете смотреть, то есть, вам не надо летать на Венеру, чтобы создать такие условия. Да. И вы увидите, что действительно огромная часть реакций, которая протекает у нас на Земле, она невозможна в таких условиях. Да. Если мы возьмем другую крайность, допустим, Марс, то же самое. При таких температурах, которые на Марсе, и при таком давлении атмосферном, который в 100 раз меньше земного, а на Венере оно в 100 раз больше земного, тоже большая часть реакции как бы невозможна, жидкая вода невозможна, она там сразу испаряется, даже если она при температуре нормальной, из-за очень низкого давления находиться в агрегатном состоянии жидкого, она не может. То есть, получается, что мы сидим в химической колбе в идеальных условиях для протекания максимального числа самых разных реакций, особенно спонтанных реакций. да, то есть, как бы образование атмосфера в нашей планете, оно как-то, да, собственно, помогло создать те самые условия постоянные, на которые не сильно влияет, например, то же самое вращение Земли, при котором, да, поддерживается и постоянное плюс-минус давление, и постоянная, ну, скажем, среднегодовая температура нашей планеты, чем не могут похвастаться большинство других планет, скажем, Солнечной системы, например. Если мы возьмем химию гигантов, тоже у нас проблема, таких как Юпитер, Сатурн, Нептун, Уран, но в основном Юпитер, потому что Сатурн и Нептун и Уран вообще очень холодные, ужасно холодные их атмосфера. Конечно, они разогреваются по мере углубления в эту атмосферу, но с другой стороны там растет и давление чрезвычайно, а слишком высокое давление не способствует тоже протеканию множества реакций, разве нет? Да, причем, если мы говорим о газовых реакциях, чем больше у нас будет давления, тем, скорее всего, равновесие будет смещаться в реакциях, если они вообще равновесные, в сторону уменьшения объема. Так что, да, в сердцах газовых гигантов, где у нас просто ужасно огромные величины давления, вероятно, да, притекание каких-либо процессов, оно минимальное. Мы говорим вообще, теоретизируем о таком состоянии, как металлический водород в недрах Юпитера, да, то есть это вообще не в разделах химии обсуждать водород в металлической его форме, не правда ли? Да, металлический водород существует и достаточно остается еще неизученным такое состояние водорода. Предполагается, что действительно металлический водород может образовываться при колоссальных давлениях, например, в сердцах газовых гигантов. Получить металлический водород в земных условиях, ну, насколько я знаю, вроде до сих пор вот чистый, не удалось, и поэтому, соответственно, затруднены какие-либо исследования, связанные с этой модификацией водорода. Предполагается, что действительно при таких значениях давления водород начинает вести себя подобным металлом, то есть он обладает проводимостью, сравнимой с металлической, но, да, действительно, получить его в лабораторных условиях пока что представляется задачей, ну, очень сложной, именно из-за величины давления, которое требуется для перехода водорода в такое состояние. Ольга, как Вы объясняете вот такую невероятную везучесть, что в пределах отдельно взятой планеты создаются именно условия для наибольшего разнообразия, я бы сказал, химических реакций? Мы вот после того, как сделали обзор космоса, в общем, поняли, что подавляющая часть космического пространства и планет места весьма скучны для химик. Да, 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 именно так. То есть удаленность от Солнца, первоначальный химический состав Земли, это все очень маловероятно, плюс интересные вопросы, то есть здесь можно было бы сделать даже отдельный эфир про то, как образовалась атмосфера, потому что это вот очень интересный отдельный вопрос за счет этой атмосферы, собственно, мы сейчас обсуждаем то, что мы обсуждаем и, собственно, сами здесь сидим. Конечно, если у нас есть каталоги и звездных систем, и планетарных систем, мы понимаем, что вероятность такого стечения обстоятельств, даже исходя из того, что мы наблюдаем, крайне мала, и, ну, она не нулевая, как мы видим. Да, нам бы, конечно, очень хотелось найти что-то подобное, но вот если мы говорим про подобные планеты, да, есть один вопрос, давайте вот рассуждаем здесь в общем. Есть вопрос о существовании планет, где как бы есть вот вода в таком виде, где есть химические вещества, какие-то, может быть, простейшие организмы, да, это первый вопрос. Второй вопрос про существование какой-то действительно разумной жизни, это другой вопрос. И здесь первый вопрос, он крайне интересный, потому что, опять же, мы можем продолжать искать, да, мы можем продолжать смотреть спектры, искать в спектрах метан, искать в спектрах те самые молекулы органического происхождения, такие мы находим, мы такие находим. К сожалению, слетать туда, проверить, что там происходит, пока что невозможно. Это находится в, ну, других рукавах галактики, в общем, достаточно далеко от нас. Можно подумать, что мы в нашу можем слетать. Ну, да, как бы, я как-то вот, не знаю, как-то, в общем, на Марс зачастили, хотя бы, во всяком случае, роботами, на Луну как-то так, в общем, уже кажется, что освоено, хотя... Продолжите, пожалуйста. Я хочу пояснить, что Ольга Олейних так оживилась, потому что темой ее работ была миграция планет в аккреационных дисках звезд, да, или двойных звезд. Да, про экзопланеты, про планеты, которые, ну, в общем, в целом, изучение планет вне нашей Солнечной системы. Хочется еще сказать, вот это вот, я поговорила про первую часть вопроса, да, ищем, мы ищем, мы изучаем спектр, мы ищем такие молекулы. Второй вопрос про существование разумной жизни, но тут это очень интересно, на самом деле, я... есть формула, я, к сожалению, не помню авторов этой формулы, нам эту формулу давали на лекциях в университете, эта формула, включая в себя множество факторов, которая показывает, что вероятность существования внеземной цивилизации разумной сводится очень сильно к нулю, ну, про формулу давайте не будем, какая-то там формула, и ладно, а с другой стороны, ведь самый эффективный источник передачи информации во Вселенной, это радио. Почему? Радио совершенно не поглощается практически, радио летит на очень далекое расстояние, радиосигналы это очень эффективный способ получения или передачи информации, собственно, да, мы все это тоже понимаем. И как бы рассуждение было такое, что если бы была действительно развита эта цивилизация, которая бы постигала законы, да, основные физические, как бы шла по пути к такому же, как и мы, понимание вещей, хотя она и не может и не идти по такому пути, у нее могут быть свои пути, но тем не менее, она бы осознала то, что радиоизлучение это хороший способ передачи и рассылала бы какой-то радиосигнал, может быть, закодированный и так далее. Так вот, сколько существует у нас радиофизика, да, и вообще радиоприемники, мы так ничего и не получили, хотя смотрим и слушаем со всех сторон космос ежедневно много лет. Но опять же, много лет, да, это по сравнению с космическими годами, это один миг, что мы там делаем на Земле. Смотрите, то есть, ваше рассуждение напоминает такое, что радио, вообще, мы открыли радиоволны, ну, сколько, 150 лет? Ну, 200 максимум, вообще. До этого никто вообще понятия не имел, что существует радиоволны и радиоизлучение. Вот. и получается, что это все равно, что включить на одну секунду телефон, когда ваш любимый вам пытается дозвониться в течение суток, включить и потом на него орать, что он вам не звонит. Потому что этот период как бы настолько короткий, настолько короткий, цивилизации могли пропасть и так далее. Кроме того, вы очень хорошо думаете насчет радиовол. Да, радиоволны, когда их источник является астрономическим, например, звезды и прочее, да, он очень хорошо проходит. Но попробуйте получить сигнал идущий от планеты, находящейся в непосредственной близости от своей звезды. Звезда тоже излучает в радиоспектре. И вы не сможете выделить этот сигнал. То есть это фантазии. Вот, допустим, вы хотите себя обессмертить, Ольга, так, чтобы информация о вас оставалась вечной во Вселенной. Вы берете свое ДНК, кодируете его в виде радиосигналов и решаете отправить в космос. И тогда где-нибудь на другой части Вселенной через миллионы, может, миллиарды лет кто-то получит сигнал, сможет его расшифровать, сопоставить то же самое ДНК, и там родится новенькая Ольга. Отличный план. У меня был такой план. То есть люди же зарабатывают на астрономии, вот многие астрономы жалуются, вот, нам не платят, нам не заработают, вот же люди продают звезды, чтобы им давали название, участки на Марсе продают. Вот я думал, что можно сделать такую услугу. Кто хочет, так сказать, уйти в вечность, зачем нам их вправ на орбиту, это дороговато. Почему бы их просто не отправлять в виде радиосигнала, зашифровав их ДНК? Ну, во-первых, секвенирование ДНК в полном объеме и его, так сказать, перекодирование это неподсильная задача. То есть когда говорят расшифровали геном, это не значит, что его расшифровали для каждого отдельного взятого существа. То есть каждому пойди его полностью расшифруют. И второе, самая главная проблема это интенсивность сигнала. этот сигнал не будет получен практически нигде. Вот то, что мы там рассказываем, что мы уже 40-50 лет ведем телевещание и радиосигналы и прочие вещи. Я считаю, что даже у ближних звезд этот сигнал не может быть выделен, отделен от вот допустим, основная проблема полета к Просима Центавра, Альфа Центавра. Сейчас реально идут работы над тем, чтобы запустить большое число микроаппаратов, то есть которых можно было бы разогнать до скоростей близких к скоростям света. Главная проблема даже не разогнать их, а чтобы они долетели. Ну, во-первых, они там не остановятся, они мимо пролетят, потому что нет такой вещи, чтобы их затормозить, но получить от них обратно сигнал, вот в чем проблема. Они же улетают со скоростью света. Нет, не в чем дело. Испустить-то они испустят, но особенно проблема, мало того, что сигнал очень слабый и энергетически надо гораздо больше, а вторая проблема это то, что мы не наблюдаем звезды рядом с Солнцем, вы заметили? То есть нам, чтобы посмотреть на звезды рядом с Солнцем, нужно, чтобы было солнечное затмение, иначе исключение Солнца полностью нам не дает ничего видеть, вот точно так же, как оно в световом спектре не дает нам видеть. Поэтому получается, что либо инопланетяне достаточно умные и они не ведут этого, потому что знают, что так оно не получится, либо они там несчастные сидят и чего-то излучают, но мы можем это самое, либо вы включили свой воспринимающий приемник на слишком маленький период времени. Они могли излучать миллион лет назад или будут еще через миллион лет. Дальше. от того, что вы утверждаете, извините, от того, что вы утверждаете, что радиоизлучение это лучшее, что мы сейчас знаем, но допустим до этого тысячелетия мы считали, что допустим на камни выбивать будет самая эффективная коммуникация или вот костры разжигать, а может быть завтра мы найдем какие-то другие формы, о которых мы даже сейчас представить не можем и именно этими формами более продвинутые цивилизации и пользоваться. Да, пожалуйста, Петр. Да, но несмотря на все проблемы, которые Борис упомянул, человечество все равно не отчаивается. Мы продолжаем посылать действительно радиосыгналы предполагаемым внеземным цивилизациям, начиная с 60-х годов. Самое известное послание в 74-м было отправлено, послание Ресиба из Пуэрториканской обсерватории и на протяжении ну вот десятилетий последних, последнее, если я помню, было отправлено в 2008-м году радиопослание. Собственно, все равно мы не теряем надежд, человечество пытается связаться с космосом каким-то образом, да. То есть, в принципе, посылать-то можно и даже брать за это деньги можно, как они это и делают столько лет. Да, но вот чтобы это кто-то действительно мог действительно получить, это очень маловероятно. Но прозвонить в ближайшие области мы можем, прозвонить в ближайшие как бы вот совсем близко, там точно нас, нам никто ничего не отправлял. Последние, ну вот надо посмотреть, сколько лет, ну какое время вообще занимает, чтобы радиосигнал долетел до того же самого облака Уорта, ну то есть, это вот интересный вопрос, не думаю, что это прям очень долго. Надо посмотреть. Это совсем недолго. У нас максимум называют самые дальние как бы границы Солнечной системы, не более одного светового года. А, ну, значит, близко, точно рядом никто не отправлял. Вот в этом можно быть уверенным. Про все остальное Борис правильно сказать, тоже нельзя. Вы понимаете, если вы посмотрите, как они занимаются восприятием импульсов, они не мониторят весь небосклон во всех возможных спектрах. Обратите внимание, вот когда впервые получили сигнал, и это был такой шум, что был сигнал вот такой ту-ту-ту-ту, оказалось, что это пульсар. А на минуточку пульсар, это какой мощнейший источник энергии? Это же нейтронная звезда, так оказавшаяся, что очень быстро она вращается, потому что закон сохранения момента, то есть вот тот момент, который был у огромной звезды, она сохранила, и как вот этот фигуристка, которая поджимает под себя все конечности, начинает вращаться быстрее, то есть также эта нейтронная звезда обращается с жуткой скоростью, и она так оказывается, что вот этот джет ее основного излучения, оказывается вот именно направленный, то направлен, то немножко не направлен на нас, и мы получаем вот такой почти искусственный сигнал, но опять же источник-то, где вы возьмете нейтронную звезду? Нейтронная звезда это остатки звезды значительно больше, чем наше солнце, значительно больше, чтобы получить нейтронную звезду, в разы масса звезды, которая ее образовала, должна быть больше, понимаете? То есть мне кажется, что вот эти проблемы, они являются превалирующими, вот, и искать, конечно, наверное, надо, чтобы поставить галочку вот эти сети и так далее, вот, но с другой стороны, вот если серьезно смотреть, то это очень маловероятно, что из этого может что-то выйти. Итак. Да, как сказал Борис, действительно, может быть, если мы когда-нибудь сможем освоить, так сказать, какой-то новый способ передачи информации, который будет более эффективным, чем, например, тот же самый радиосигнал, может быть, это к чему-то приведет, но для того, чтобы такое освоить, нам нужно для начала открыть какие-то новые физические законы или подождать, например, уже есть нечто, это вот квантовая запутанность, да, квантовая запутанность передает, как бы, можно сказать, маленький кусочек информации мгновенно, но, то есть, речь идет о, как бы, частицах, но эти частицы, они имеют, как бы, взаимосвязь таким образом, если вы смотрите, изучаете одну частицу, которая запутана с другой, то вы с точностью можете сказать нечто о другой частице, находящейся совсем на другом конце, где бы она ни находилась, но как передавать таким образом информацию, это большой вопрос, и что с этим можно сделать, но, однако, вот эта одномоментность получения этой информации как бы в результате квантовой запутанности, вообще, квантовая физика это некий чит, который позволяет Вселенной существовать, да, вот об этом в ближайшие десятилетия, пятидесятилетия, да, с развитием квантовых компьютеров, может быть, мы сможем наконец понять, как это можно использовать для передачи информации на далекие расстояния, но пока действительно, пока такого не получается делать. Ну, квантовые компьютеры здесь нам мало помогут, скорее всего, потому что это с точки зрения этого эффекта они скорее просто ту же фамилию носят, не более того. Да, там мы просто используем то, что квантовые состояния дают больше возможности на единицу катерии для имения дела с информацией из-за суперпозиции, то есть в отличие от обычного компьютера, который может иметь только два состояния в один. А там он смогут быть купить, да. То есть здесь я не думаю, что это может нам сильно помочь. Я к тому, что, да, это же все взаимосвязано и открытие квантовой запутанности, квантовой телепортации, да, они помогают друг другу и изобретение квантовых компьютеров, и открытие новое, да, в области квантовой механики, они подгоняют друг друга, скажем так. Давайте поговорим о том, что в принципе хорошо, до Земли у нас уникальные условия. Но если мы начнем размораживать, скажем, спутники Юпитера, а это произойдет неизбежно, скорее всего, по мере эволюции нашего Солнца, по мере его перехода из нынешнего состояния в состояние красного гиганта, его оболочка будет расширяться, немного становиться менее горячей, по-прежнему около 2000 градусов, вероятно, что вот эта зона, наиболее благоприятная температурная для существования химических реакций, может сдвинуться в сторону Юпитера, а там у нас как бы в замороженном виде лежат очень интересные места, допустим, Европа, где мы предполагаем существование огромного океана подледного, хотя, опять же, я против того, чтобы называть нечто океаном, если оно находится под 50-100 километрами, во-первых, я не думаю, что это возможно так уж и доказать, что там именно происходит, вот, хотя, в принципе, за счет того, что это все как-то трескается и что-то из нее выходит, то есть, если это все начать размораживать, то мы можем получить очень интересную химию там, да? Да, вполне вероятную. То же касается и Титана. Титан похож с точки зрения атмосферы тем, что это, пожалуй, единственный спутник, то есть, планетарного масштаба, где атмосфера состоит из азота, так же, как и на Земле. Мы, кстати, в прошлый раз говорили с Ольгой, не кажется ли вам странным, что углеродные атмосферы Венеры и Марса слишком сильно отличаются от азотистой атмосферы Земли. Откуда у нас столько азота? И вот откуда такое разнообразие на том же Титане? Почему там так столько много азота? Мы не встречаем этого откуда? То есть, нету некоторой однородности, правда же? То есть, если это все образовывалось из одних и тех же элементов, как нам говорит планетарная теория, образование всего планеты, Совершенно верно. Мы берем тесто, начинаем его месить, или тот же фарш для котлет. Да? Мы его месим. И мы предполагаем, потом мы берем котлету, а у вас одна котлета мясная, а вторая из морковки. Причем не то, что все по чуть-чуть и мясо, и морковка, а вот конкретно, понимаете, одна котлета чисто мясная, а вторая чисто из морковки. Как такое может быть? Вот вы изучали миграцию этих планет. Но миграция все-таки другой процесс. Там уже все Мы можем себе представить, что, скажем, мы были родственники с Титаном и отмигрировали. Он там захватился Сатурном, а мы тут остались, а в общем у нас и у него был Азот. Либо мы можем себе сказать, что атмосферы имеют значительное непостоянство, что планеты достаточно часто на шкале их длительной жизни теряют атмосферы и меняют атмосферы за счет своих недр, за счет каких-то столкновений. То есть вот так мы можем это объяснить. Допустим, Земля могла получить свою атмосферу в результате какого-то космического столкновения. Либо возможно тоже так предположить, что на момент образования планет в протопланетном диске он был слоеный по какой-то причине. Он не был однородный. Ближе к звезде были одни элементы, дальше были другие и так далее. Но все-таки у нас есть такое понятие как турбулентность, турбулентное перемешивание в дисках. Даже когда мы сейчас модулируем эти диски протопланетные или аккредиционные, что суть не слишком в моделях отличается, мы моделируем все-таки какую-то однородную смесь. Да, я не знаю, может быть, есть работы, где народ делает действительно слоеный пирог. Это было бы очень интересно почитать, да, и из каких соображений. Ну, конечно, нужно наблюдать реальные диски протопланетные, то есть наш ответ, где может лежать в наблюдении в настоящий момент протопланетных дисков, изучение, опять же, спектров ближе к звезде, дальше к звезде и так далее. Но, опять же, чтобы различить области такого диска, нам нужны очень мощные телескопы, нам нужно вообще хорошо лететь в космос и смотреть очень-очень мощным телескопом на эти объекты. Вот, Петр, вот роль азота для жизни, то есть без азота мы бы не могли иметь аминокислоты. Вот эта группа НХ3, у нас бы ее не было, а она нам необходима в аминокислотах для образования пептидных связей с гидроксильной группой следующей аминокислоты. НХ3 образуясь СООН, прекрасно вот эту пептидную связь, и остается вода. В норме это не происходит, для этого нужен каталис биологический, с помощью, то есть цепочки аминокислот в норме как бы мы особо не образуются они в природе. Вот, дальше, без азота у нас не было бы нуклеиновых кислот. В каждой уважающей себя нуклеиновой кислоте есть азотистые основания, именно за счет которых из принципа комплементарности образуется вот эта по сути дела возможность образования двойной спирали ДНК, которая может одновременно легко раскрываться, потому что она связывается водородными связями именно между комплементарными основаниями азотистыми противоположной нитки ДНК. Вот, и с другой стороны может довольно устойчиво быть сцеплен. То есть это очень тонкая вещь, и без азота нуклеиновые кислоты были бы у нас невозможны. Ну, более мелкие применения азоток, которые у нас есть. То есть, скажем, в среде бедное азотом это было бы проблематично. С другой стороны, наши растения не могут использовать азот из атмосферы, им нужны азотистые удобрения, при том, что они сидят буквально в ванне азота, ну, представьте себе, азот у нас 80% атмосферы, то есть, у нас не кислородная атмосфера, и неудеродная, как на Марсе или как на Венере, а у нас азотистая, просто он довольно инертно себя ведет, атмосферный азот, потому что он себе азот, и все, его и назвали это азот, потому что он азот, азот, как бы убивающий жизнь, посадили несчастную мышку, накачали туда вот чистый азот, она умерла, они его назвали азот, да, вот, то есть, вот это тоже странная вещь, что растения не смогли приспособиться использовать, при том, что они умудрились использовать солнечную энергию через фотосинтез, что я считаю гораздо более сложная система, чем каким-то образом научиться реагировать с азотом атмосферы и извлекать его оттуда, согласитесь. У меня такое впечатление, что мы пришли, так сказать, на место преступления и пытаемся расследовать, что же здесь произошло. И здесь довольно большой бардак, и все как-то валяется, набросано, и даже с точки зрения планет, где они были раньше, насколько у них были устойчивые орбиты. Вот вы можете, Ольга, сказать, насколько та картина Солнечной системы, которую мы наблюдаем сейчас, насколько она вообще устойчива? сейчас все устойчиво. А стоит чему-нибудь массивному мимо пролететь? Да, пока что, пока что, конечно, пока что ничего массивного мимо не пролетело, достаточно, да, мы не считаем кометы, кометы это несерьезно, какая-нибудь система, да, это же все у нас, у нас же звезды, в принципе, и звезды, и газополевые облака, они, конечно, не перемешиваются между собой, они имеют направленное движение вокруг центра галактики, там, в каких-то областях, называемых рукавом, например, там, где их больше, да, это называется рукав, но, тем не менее, они имеют относительное движение, не все они двигаются с одинаковой скоростью, движения у всех как бы относительно разные, и такая ситуация возможна, что что-то будет массивно мимо пролетать, конечно, мы это почувствуем, то есть, в этом отношении атмосферы планет неустойчивы, точно, но вопрос, когда это у нас залетит, но их орбиты неустойчивы, да, конечно, даже не за атмосферу здесь беспокоился, а именно за орбиты, смотрите, это я оговорилась, да, 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 вот, допустим, гулящие черные дыры, давайте себе представим, черная дыра, если бы она летела, и у нас звезды достаточно далеко друг от друга здесь находятся, по четыре световых года, то есть, мы можем прохлопать, мы можем прохлопать, она не будет излучать, у нас мы относительно в пустом, в пустой части галактики находимся, у нас нету большого газового облака и чего-то такого, что если бы через него шла бы черная дыра, она бы поглощала и светилась, то есть, портативная, а еще есть такое, как primordial black holes, это фиктивные черные дыры, портативные, которые образовались как бы во времена большого взрыва и с тех пор шастают туда-сюда, даже была попытка объяснения гравитационных аномалий, вот девятой планеты, которую все ищет, что там у нас primordial black hole сидит и мутит воду, то есть, я хочу сказать, что мы наблюдаем то, что мы наблюдаем сейчас, но это вовсе не означает, что с солнечной системой не могут происходить очень серьезные, что да, она устойчива в данный момент, нам так кажется, но этот момент очень короткий, это момент нашего наблюдения, который там длится тысячу, две тысячи, может, максимум две с половиной тысячи лет, то, что мы наблюдаем за звездами, с точки зрения четырех, пяти миллиардной истории даже Земли, мы ничего не можем сказать об этих миллиардах лет до того, что происходило, мы видим на сцене нашего преступления ужасные вещи, мы видим Венеру, которая просто перевернулась и летит, извините, вообще наоборот, наоборот, понимаете? Вот это точно не объяснить протопланетным диском, однозначно нет, одна часть протопланетного диска не может вращаться в одну сторону, а другая не может вращаться во вторую, то есть это однозначно был какой-то катаклизм, причем не маленький катаклизм, это был колоссальнейший катаклизм, либо это был какой-то захват ее откуда-то, чтобы она пошла по такой орбите, либо кто-то ее должен был ну так уж стукнуть, что вообще непонятно, как могла сохраниться целостность этой планеты, вот, то есть даже вот такие вопросы, давайте, есть планеты, которые на боку вращаются, да, есть у нас такие газовые гиганты, а напомните, это какие газовые гиганты, я просто один из газовых гигантов, он вообще на боку лежит, по-моему, вот, то есть мы наблюдаем следы очень серьезных преступлений, происходивших здесь, вот наша теория образования Луны, что якобы в Землю врезалась какая-то планета размером сопоставимым с Марс, и потом из выброшенного вещества произошло как бы образование самой Луны, которая, между прочим, сопоставима по размерам с Землей, то есть, да, она гораздо меньше, но такого соотношения между массой спутника и массой планеты у нас больше нигде нет. Другие спутники у нас гораздо-гораздо меньше, чем планеты, вокруг которых они вращаются. Марс мы вообще можем не иметь в виду, потому что Фобос и Деймос это просто лилипуты, особенно Деймос это просто захваченный астероид, который должен был упасть, но не упал, да. Так вот, в таких агрессивных условиях атмосфера становится жертвой непостоянства. Вы согласны? И может уже не иметь никакого отношения к тому, какая атмосфера могла образовываться во времена протопланетного диска, да? Хочется сказать, что это Уран у нас на Баку вращается, а не Сатурн. Я не сказал Сатурн, я знаю, что... Это я сказала, это я сказала, исправляю себя. Астурн. Да. Да. Ну вот. Так вот, сейчас мы переходим плавно к астробиологии. Петр, то есть нам либо надо найти альтернативную химию для невероятных условий, либо найти условия, подходящие для известной нам химии. в противном случае астробиология как наука не имеет особых перспектив, потому что предмет изучения у нее как бы пока отсутствует. Да, несмотря на то, что у ученых есть набор планет, которые предполагаются, что могут быть похожи на Землю, с похожими условиями, тем не менее, исследования таких планет видимо еще не очень близко нас ждут, поэтому это пока что только теории предположения, есть ли еще планеты, на которых могли сформироваться подобные земные условия. Пока нам приходится довольствоваться только тем, что мы имеем, и надеяться, что может быть где-нибудь когда-нибудь найдется какая-нибудь планета, которая попала действительно на таком расстоянии от своей звезды, где могли сформироваться условия, похожие на наши. Если мы предположим, Ольга, что все планеты образуются как газовые планеты, и впоследствии те, что недостаточно массивные, они теряют свою первичную атмосферу. Вот представим себе первичную Землю, она могла быть таким, ну, не гигантом, но газовой планеты с огромной газовой атмосферой. Ну, вот по соотношению, как бы, как сейчас остались у нас газовые такие гиганты, как Юпитер, Сатурн и так далее. То есть из самого газопылевого облака, скорее всего, первично образуются планеты, обладающие, как бы, хватывающие достаточно большую порцию газов, да, и обладающие первичными атмосферами, которые у менее массивных, они не могут сохраняться достаточное время. А дальше уже возникают самые различные. Вот, допустим, мы чувствуем, что вот Марсу тяжело удерживать атмосферу, очень разряженная у него атмосфера, то есть буквально небольшой катаклизм какой-то, и эта атмосфера может быть потеряна. Еще бы хотелось поговорить о том, насколько недра планеты отвечают за состав атмосферы. Да, в принципе, считается, что откуда конкретно взялся азот на нашей планете, ученые точно не установили. Считается, что изначально азот весь содержался в атмосфере планеты, в протопланетном диске, да, при формировании самой планеты он ходил в состав аммиака, и впоследствии, при формировании самой планеты и появлении первых растений, выделенный ими кислород, этот аммиак в атмосфере разрушил. Аммиак остался в мантии, и до сих пор, собственно, он оттуда выделяется, например, при тектонических сдвигах или при извержении вулканов. То есть вот наша литосфера, мантия нашей планеты, она является поставщиком азота атмосферного сейчас как основной источник. Да, до сих пор, кстати, вот когда мы говорили про ядра газовых гигантов, в принципе, да про океаны метана, которые предполагаются. В принципе, действительно, это предположение, потому что среди ученых нет до сих пор консенсуса даже по поводу ядра нашей с вами планеты. Она предполагается, что она состоит из двух частей, из твердого жидкого ядра, что в основном это какой-то ферромагнетик, то есть в основном там железо, и, собственно, вот это перемещающееся раскаленное железо, оно и создает магнитное поле Земли. Но, тем не менее, в ядре никто не был, и все же это только догадки, да, каков состав ядра на самом деле, до сих пор ученым точно неизвестен. Еще хочу отметить, что азотистая атмосфера может быть неустойчива. Вот, допустим, всем вам известно такое понятие, как углерод-14, который используют для анализа углеродного археологических и древних всяких материалов. Откуда он берется? Он берется в результате превращения атома азота в изотоп углерода с 14, да, то есть что там происходит? Когда солнечное, так сказать, излучение определенного типа в каких-то случаях ударяет точно вот в ядро азота, она выбивает из него таким образом частицу, что вместо определенного числа азота находится на одну ступень по количеству протонов больше, чем углерод, не так ли? Да, азот следующий после углерода. Вот, и когда она бьет вот по одному из протонов, то получается, что в атмосфере образуется определенное количество углерода, то есть азот может переходить, распадаться как бы в изотоп углерода под действием солнечной радиации, а если мы себе представим более массивную радиацию, то это будет происходить более часто, да, вот. А в чем опасность, то есть азот превращается в углерод и почему используется термин неустойчивость, Борис, вы не могли бы пояснить, то есть он куда-то улетает или что происходит? Углерод-14 он неустойчивый, у него распада что там, 5000 лет или сколько там? Радиоактивный азотоп, да, поэтому он самопроизвольно распадается. Самопроизвольно распадается. Распадается он на что? Процента его распада, когда организм живой, он все время забирает, как бы идет обмен атомов, а когда он умирает, он перестает быть живым и уже что он в себя вобрал, то в нем и остается. Если мы возьмем и сделаем анализ на содержание углерода-14, мы можем исходить из того, что чем меньше там будет этого изотопа, тем дольше, тем более в давнее время этот организм умер. Это может касаться древесины, любых органических остатков. Но здесь есть проблема, потому что мы не знаем, а какое было содержание действительно углерода-14 в тот момент, когда это существо жило. И поэтому оспаривается точность. Но здесь я как раз хотел привести пример не для того, чтобы описать методику, а тот факт, что может происходить, ведь по сути дела образование изотопа это не химическая реакция, это физическая. Ядерная реакция. Да, то есть происходит образование изотопа за счет разрушения, частичного разрушения азота атмосферы. Если мы себе представим более интенсивное излучение, то мы можем сказать, что а если новая действительно подпитка, вот Петр говорит, да, есть новая подпитка у азота из недр планет, хотя такой процесс он не очень нам известен, да? Да, в принципе это излучение спускания азота, его нельзя назвать интенсивным, то есть это происходит временами, в основном чаще всего при именно извержении вулканов или каких-то тектонических сдвигов. То есть вот да, то есть недра планеты влияют очень сильно не только на состав атмосферы, но и на температуру опосредованную, допустим, мы можем обвинить состояние атмосферы Венеры именно за счет вулканизма. Мы знаем, что на Венере скорее всего есть очень активные вулканы до сих пор, и большая часть поверхности Венеры образована в результате активного вулканизма, причем вулканизма по типу кальдеры, то есть когда не отдельно взятый вулкан извергается, но целые районы превращаются в такие озера лавы. То есть мы можем себе предполагать, что такой апокалипсис любая планета при определенных условиях может себе устроить. в том числе и Даша. Это да. Потому что по сути дела мы сидим на огромном так сказать мешке расплавленного всего чего угодно с очень тоненькой в 70 километров где-то в 20 километров корочкой, то есть 6000 километров расплавленных недр под огромным давлением, и мы вот сидим на этой корочке, чего только оттуда может не выскочить и не изменить. Не так ли? Да. Да, жители Гавайи очень к вам согласны. Обязательно надо сказать, что вулканизм зависит от астрономии, от взаимодействия с другими телами. Допустим, самый активный объект нашей Солнечной системы с точки зрения вулканизма это Ио, это спутник Юпитера. Если мы посмотрим, он настолько близко находится к Юпитеру и приливные силы действуют на него настолько активно, что трение в его, так сказать, недрах настолько много выделяет тепла, что расплавляет их. И в результате этого у них буквально вулканы на каждом шагу с выбросами до 300 километров высотой. взаимодействие между телами Солнечной системы также может влиять на условия протекания химических реакций на тех или иных телах в той или иной атмосфере. Более того, можно говорить и о важности такой уникальной вещи для нас, как то, что у нас потресканная кора. ни на одной другой планете мы не наблюдаем тектонических плит. Ни на Марсе, ни на Венере мы не можем утверждать, что там есть тектонические плиты. А тектонические плиты, они хорошее дело для усмирения вулканической активности, потому что, допустим, лучше всего посмотреть на Гавайские острова. Это как серия прищиков. То есть по мере движения тектонической плиты над активным источником вулканизма возникает цепочка вулканов. В то время как на Марсе мы имеем самый большой в Солнечной системе вулкан Монт Олимпус высотой в 27 километров и как бы по площади 600 километров. То есть там не было этого движения. Если бы такой вулкан пытался возникнуть на Земле, то за время его образования кора бы сдвинулась, тектоническая плита бы сдвинулась и мы бы имели серию вулканов. Хотя с другой стороны рядом с этим Монт Олимпус мы имеем серию из трех вулканов. Еще очень интересно с точки зрения вулканизма как астероиды крупные могут влиять на развитие вулканизма. Обратите внимание, на Марсе самые крупные кратеры метеоритного происходения находятся ровно на обратной стороне от самых крупных вулканов. И можно предположить, что вулканизм был начат именно там в результате какого-то астрономического катастрофического события. Если вспомнить, что Марс у нас четыре раза меньше Земли, то для него такое столкновение могло бы быть более действенным тоже. И с точки зрения атмосферы Марса, очень интересно посмотреть, насколько такой активный вулканизм, а следы преступления нам ясны, что чтобы он вот так вырос до 28 километров высотой, это сколько он из себя всяких газов выпустил. То есть если он только твердого материала вывалил в виде лавовых потоков и пепла в размере представляете 600 километров в поперечнике, значит образование атмосферы чрезвычайно зависимо было именно от вулканизма. То есть здесь взаимосвязанные процессы очень показаны, как все взаимосвязано, что вулканизм может вызывать изменение состава атмосферы, он может вызываться гравитационными взаимодействиями с другими небесными телами, он может вызываться метеоритами, астероидами, падением их и воздействием таким образом на кору. и в результате мы будем получать самые различные условия, причем здесь даже удаленность от звезды не столь играет роль, потому что если у нас определенная плотность и определенный состав атмосферы, у нас может начаться парниковый эффект, и создадутся одни условия для химических реакций, а если это не так, то другие. То есть такое впечатление в принципе, что вот эти замечательные условия Земли, в которых мы пребываем сейчас, это как знаете ли отпуск, то есть когда мы ставим на Инстаграм свои счастливые фотографии в купальниках и с бокалом Мартини, создается впечатление, что так мы и живем, но это может оказаться раз в шесть лет, когда-то там чего-то и всего на одну неделю, а возможно вот эти замечательные условия, которые мы наблюдаем сейчас, они все-таки являются определенной фазой, мы ведь хорошо знаем, что была бескислородная фаза на Земле, жизнь существовала, кислород является побочным продуктом фотосинтеза, в основном источник свободного кислорода, просто неизбежно при расщеплении углекислого газа остаются продукты этого расщепления, углерод, который идет на составление органических цепочек типа глюкозы, там всех вот этих вот сахаров, и лишним остается кислород, этот кислород выбрасывается в атмосферу, но в то же время он нам необходим для обратного расщепления, потому что мы, к сожалению, не можем почему-то использовать энергию Солнца непосредственно, нам обязательно надо образовывать химические связи, и потом эти химические связи окисляя, высвобождать из них энергию, да, вот, допустим, неживая природа прекрасно использует прямую солнечную энергию, ей надо там согреться, она полежала под солнцем какой-нибудь камень, он стал горячим, надо остыть, он в тени полежал, он стал, значит, это самое, а вот живым организмам обязательно надо химию использовать, видимо, творец, который создал наш мир, был химик по образованию, вот, собственно говоря, мы приходим как бы к заключительному слову нашей дискуссии, которая мне показалась интересной, и была возможность именно вот так вот между науками все это обсудить, первое, существует важнейшая связь между астрономией, астрофизикой, химией, геологией, нету отдельных наук у природы, у природы есть единый процесс, мы разделяем их на разные науки только для удобства изучения и создания концепций. Межотраслевые обмены информацией и мнениями являются насущной необходимостью, и вот так же, как мы на таком нашем низком уровне, относительно не очень высоком уровне академического образования и так далее, мы произвели сейчас, такие форумы, они абсолютно необходимы и на высоком уровне, потому что обмен мнениями и взаимосвязи чрезвычайно важны, мы даже себе не представляем, насколько разные значительные ученые в одних областях могут быть темны в других областях, и вот этот синтез, который мы производим вот этими встречами, он чрезвычайно важен, и это прекрасная иллюстрация такого утраченного, к сожалению, сотрудничества между разными областями наук, уже мы не встретим Ломоносовых, которые перед обедом наблюдал проход Венеры на фоне солнца, а вечером писал оды императрицы, вот такой вот мультифункционализм, сейчас он совершенно не принят, особенно в научной среде, и с одной стороны это увеличивает концентрированность на определенных задачах, но с другой стороны позволяет пропустить очень важные взаимодействия между разными областями наук. Я хочу вас очень поблагодарить, мне было очень интересно, я надеюсь, что тем, кто это будет смотреть и слушать, это будет также очень интересно, и я надеюсь на дальнейшее продолжение таких встреч. Спасибо. Спасибо. Спасибо.